Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Остался у нас последний рывок, который как раз связан с ожиданиями серьезнейшего инфоповода, основного макроэкономического отчета и динамики ситуации в целом, которая сложилась на американском рынке труда за прошлые месяцы. Это не просто статистика, которая характеризует отдельный локальный сектор. Это статистика, которая в прямом смысле способна пролить свет на планы американского регулятора по изменению денежно-кредитной политики. Вот сколько времени мы уже с вами спекулируем на повышение процентной ставки, понимаем, что, конечно же, эта тема обрастает дополнительным фундаментом статистика, уверенность в том, что это решение, которое может быть анонсировано в самое ближайшее время, но все-таки нужны еще основополагающие железобетонные сигналы, которых, на самом деле, не так уж и много. И в качестве одного из них вполне может выступить как раз американская статистика по рынку труда, в частности, non-farm parallels. Помимо отчета по количеству новых рабочих мест, мы традиционно с вами будем анализировать еще ситуацию, которая складывается относительно роста заработных плат. Потому что, если сделать ставку еще на показатели по инфляции, мы с вами сможем прийти к выводу о том, что рост заработных плат – это как раз та самая предпосылка, активизация потребительской активности и потенциального сигнала в пользу также ужесточения монетарной политики и нормализации всего денежно-кредитного курса. Сегодня в 15.30 выйдет целый блок этих отчетов. Уже смело можно отводить этим релизом статуса главного ньюсмейкера окончания недели. И я думаю, что какой бы отчет мы сегодня не увидели, волатильность будет колоссальной. И эта волатильность плавно перекочует уже на следующую неделю. И мы в понедельник с вами снова, подводя итоги non-farm parallels отчетов, вернемся на рынки к нашим привычным старым добрым спекуляциям, оценим весь ее фундамент и продолжим анализировать возможные шансы на то, чтобы американский регулятор все-таки порадовал нас вот этим долгожданным событием. Обо всем, как и всегда, давайте поговорим чуть подробнее. Начнем мы сегодня с той динамики, которую показывает рынок нефти. И здесь все круто, потому что если доллар у нас вчера немножко расчаровал под закрытие дня, хотя сегодня активно реабилитируется, вот если вернуться к паре USD и иена, мы видим то, что с локального хая 114 иен за доллар, мы с вами улетели до уровня 113. И сейчас планомерно поднимаемся, поскольку уже котировки 113.50, я думаю, что даже на одних ожиданиях мы сможем снова протестировать сопротивление 114. Ну а там уже будет видно в зависимости от отчета, который будет на повестке. Говоря про рынок нефти, бренд снижается. Если до этого торговую сессию среды мы с вами закрыли потерями больше 3%, сейчас снижение продолжается довольно-таки в остром ключе, минус 2% минимальное значение за последние 3 недели. Сегодня хотелось взять наш классический любимый бочонок, баррель нефти, чтобы, опять же, заложить в основу такой вербальный интерес и наши личные предположения о том, чтобы придавить больше позиций нефти. Ну, я думаю, что мы сегодня можем справиться без него. Оставим этот козырь про запас, может быть, до следующей недели. Говоря про вчерашнюю торговую сессию. Клосс по бренду, как вы могли заметить, 45.75. И сейчас актив продолжает торговаться с понижением. 45 долларов за баррель – это уже поддержка, которая не просто не за горами, она уже под носом этого инструмента. И вы помните, что мы продолжали делать ставку, обозначать посыл возможного снижения, тогда, когда бренд котировался в районе 50, и были рыночные предположения, идею, в частности, поддерживали многие участники рынка о том, что бренд ниже не пойдет, и непременно на фоне спекуляции предстоящей халжирской встречи в конце сентября будет дальше расти, с потенциалом ухода выше 50, может быть, даже с тестингом сопротивления 55. Но мы не позволили нам отказаться и им убедить нас, нам отказаться в том, что этот актив сохраняет потенциал для роста. Нет, нефть остается аутсайдером. И вчерашняя торговая сессия нам ясно это еще раз доказала. Почему снижался бренд? Во-первых, это слабая статистика по США, и в частности, по индексу активности в промышленном секторе по ISM. В частности, этот релиз действительно оказался очень плохим. Почему он и спровоцировал ослабление доллара? И то, что, по идее, если мы с вами до этого говорили о том, что если доллар растет, значит, он оказывает давление на котировки углеводородов и товарного сырья. Если доллар падает, значит, товарное сырье должно расти. Это правильная логика. Но вчера вышел отчет по индексу активности в промышленном секторе американской экономики. И он показал самое сильное снижение в месячном выражении, по-моему, начала 2014 года. Сейчас мы наблюдаем спад максимальный за последние 6 месяцев. Индикатор оказался ниже 50 пунктов, то есть уровня, который отделяет восстановление от спада. И трейдеры тут же стали интерпретировать эту статистику не с точки зрения того, как она повлияет на решение по ставкам и на будущее сила доллара, а с точки зрения того, что сохранение подобной дедамики может стать причиной того, что первое полугодие слабое для американской экономики может перерасти в такую же слабость и во втором полугодии. И сектор продолжит терять. А на фоне сокращения промышленной активности, разумеется, снижаются и аппетиты, и потребности в товарном сырье. То есть это может сказаться на спросе. Вот это такая же простая реакция, которая была использована рынком вчера после выхода слабого отчета по АСМ. Поэтому давление было очевидным на бренд, и оно продолжается, собственно, и сейчас. Плюс ко всему, трейдеры продолжают отыгрывать статистику, связанную с ростом запасов в нефти США. Это действительно так. И вот интересная параллель, которая указывает на то, что за текущий период времени мы сейчас наблюдаем емкость запасов на максимальном уровне, на максимальном значении за последние 20 лет. Объемы добычи нефти в США растут, особенно на фоне увеличения количества нефтяных платформ, которые специализируются на сланцевом разведывании. И есть предпосылки для того, чтобы эта тенденция сохранилась дальше. Объемы производства также будут увеличиваться, и еще больше увеличивая расхождение между спросом и предложением. И третий фактор – это продолжающееся противоречивое обсуждение прогресса, который может или не может быть достигнута по факту лажерской встречи, которая состоится в конце сентября. Поступает много комментариев о том, что стороны договорятся, стороны не договорятся. Мы с вами уже давно заняли позицию, которая связана с тем, что оснований для этих договоренностей и компромиссных решений нет. И вчера, после комментариев министра энергетики России Александра Новака, стало ясно то, что и Россия не очень-то заинтересована в слаженных скардинированных действиях, направленных на стабилизацию цен на энергоносители через инициативы, предполагающие либо заморозку объема производства, либо сокращение производства. В частности, Новака отметил, что при текущих ценах на нефть, 50 долларов за баррель, подобные инициативы даже не стоит поддерживать, поскольку это радикальные шаги, в которых сейчас мировая экономика в плане предложения энергосырья не нуждается. И Россия, скорее всего, не будет разделять оппозицию снижением объема добычи. Здесь спорный момент, который мы с вами обсуждали еще по ходу прошлого, апрельского заседания ОПЕК. Вы помните, что, с одной стороны, Россия заинтересована в том, чтобы сейчас предпринять всевозможные усилия. И сократить объемы добычи нефти, потому что это приведет к росту котировок на черное золото и, соответственно, окажет положительные последствия для российской экономики. Но, с другой стороны, сейчас емкость ресурсной базы добычи является базой для налогообложения, именно энергетического сектора. То есть, чем больше сейчас добывается нефть в России, тем больше налоговая база, тем больше получает бюджет, который по своей дефицитности сейчас находится на многолетних ужасающих, удручающих значениях, больше полутора триллионов рублей. Поэтому, если речь пойдет о сокращении объемов производства, значит, это можно будет сразу развивать как тему падения налоговой базы и уменьшение поступления налоговых поступлений, то есть основной статьи доходов для бюджета Российской Федерации. Поэтому камень, конечно же, преткновение очевиден. К какому компромиссу все-таки придет российское правительство, пока неизвестно. Но мы понимаем, что и без России, в принципе, позиция уже ясна вокруг предстоящей встречи ОПЕК. Мы понимаем то, что вероятность договоренности крайне низка, поэтому и не будем делать ставку на то, что они могут быть достигнуты. То есть наш посыл, который предполагает слабость позиции черного золота, сохраняет свою актуальность. И мы ждем пробоя поддержки 45 долларов за баррель и закрепление еще ниже. Но важный момент здесь стоит обязательно отметить, то, что, как я давно вас учил, что если в рамках недели мы наблюдаем серьезные ралли, то велика вероятность, что в пятницу из-за эффекта так называемой заключительной торговой сессии недели и из-за желания трейдеров закрыть, зафиксировать профит перед выходными, мы можем наблюдать обратное движение. Поэтому сегодня я считаю то, что, несмотря на ожидание отчета Беккер Хаджес, который выйдет в 20.00 по московскому времени, несмотря на тот фундамент, который указывает на то, что бренд стоит продавать, есть возможности для локального импульса наверх. То есть в качестве цели на конец дня я думаю, что бренд сможет восстановиться даже до 46 долларов за баррель. Но это только краткосрочная техническая реакция, потому что в понедельник мы с вами снова вернемся к нашим размеренным будням. В понедельник мы снова актуализируем общий фундамент. И в понедельник продолжим продавать ценовые позиции черного золота. Потому что теперь, после того, как уровень 45 уже совсем рядом, мы можем замахиваться на снижение ниже, в район следующей поддержки на отметке 43 долларов за баррель. Российская валюта 65,81. Ослабление нефти стало причиной девальвации рубля. Но, по идее, такая коррекционная динамика, которую мы видели на рынке углеводородов вчера, могла бы стать причиной большей реакции и в паре USDR. Но этого не произошло. Опять же, спасибо, стоит сказать, политической теме, которая выступает сейчас фактором поддержки для курса национального валютного актива. Поэтому в качестве такого экстремума дневного и на перспективу ближайшего месяца, точнее, лучше сказать, на перспективу ближайших двух-трех недель, это 66 небольших. Но, наверное, дальше рубль по революции не пустит. А вот что касается минимальных значений по паре USDR, то мы можем и снова протестировать поддержку 65 и просесть ниже. То есть диапазон будет сохраняться. Но этот диапазон стоит сейчас расценивать только как возможность этого затишья перед булей, потому что, в конечном счете, мы с вами вернемся к целесообразности ослабления национального валютного актива с заводом пары USDR выше 67. Это наша среднесрочная, даже недолгосрочная цель. Европейская валюта против доллара. Сейчас котировки у нас 1.11.95. Вчера мы видели то, что евро, в принципе, находился под давлением и был соответствующий фундамент. Но вот слабость доллара, которая проявила себя во всей красе под конец торгового дня, уже после выхода заключительных макроэкономических отчетов, после 17.00 по московскому времени, ситуация изменилась. В частности, если вернуться к системным рискам, которые по-прежнему актуальны для европейской валюты. Безусловно, против евро в любой момент может сыграть очередной приток средств в доллары, очередной виток интереса к этому активу. И он может произойти. Стоит сегодня только выйти хорошим данным по non-farm payroll. Стоит сегодня увидеть рост зарплаты, как трейдеры снова подтачивают пару USD вверх и заставят искупаться с норийского инструмента. Помимо потенциальной силы доллара, я хочу отметить то, что вчера вышел еще целый блок европейской статистики по индексам делоактивности в производственном секторе. В частности, это отчеты, которые больше разочаровали. По еврозоне, в целом, отчет указал на снижение активности с 51,8 до 51,7. Хуже дела обстоят во Франции. Спад с 48,5 до 48,3 в Германии. Пока все без смены 53,6. Слабая, в целом, статистика по индексам делоактивности, которую можно воспринимать в качестве барометра здоровья для национальной экономики, повышает интерес к заседанию, которое состоится в следующий четверг, 8 сентября. Потому что, если статистика продолжает разочаровывать, значит, параллельно должна расти вероятность более мягкой риторики со стороны руководства. Сегодня, до выхода Non-Farm Perils, я предлагаю вам обратить внимание на отчет по индексу цен производителей. Он выйдет в 12.00 по московскому времени. Напоминаю то, что индекс цен производителей является предвестником потенциального роста индекса потребительских цен. То есть, роста на перспективу. Поэтому, если сегодня мы получаем слабые данные по индексу цен производителей, мы с вами говорим логично о потере импульса и полномерном снижении инфекционных ожиданий, которые и без того сейчас находятся на практически нулевой отметке. Поэтому, если индекс цен производителей будет снижаться, просядет и разочаровывает трейдеров, давление на евро должно вырасти. Ну, а вот после этого уже все будет зависеть от того отчета, который мы получим от американского рынка труда. Если статистика поддержит доллар, тогда давление на евро может даже быть конвертировано в движение пары евро-доллар ниже поддержки 1.11. Для тех трейдеров, которые заходят в позицию вместе со мной на средний срок, я думаю, что вы сохраняете пока выжидательную позицию, потому что я рекомендовал дождаться пока тестирования 1.11 и только после этого принимать решение о дальнейших продажах евро. И хорошо, что мы сейчас не вступили в игру, потому что волатильность зашкаливает. Мы видим, как пара растет, точнее падает на 100 пунктов, потом также набирает быстро высоту, снова тестируя сопротивление 1.12. Но в целом я расположен в пользу того, чтобы евро снижался. И статистики, которые мы получили на этой неделе, ее достаточно, чтобы надеяться на хотя бы протление программы количественного осмещения в рамках еврозоны за март 2017 года. То есть наше позиционирование пока сохраняется, просто ждем уровней, чтобы торговать евро. Фунт против американца. Сейчас котировки 1.32.85 и здесь безоговорочная бычая ралли. Рост, который мы с вами никак не могли предположить. И опять же, оборачиваясь на вчерашнюю торговую сессию, как вы помните, ключевым драйвером движения фунта выступил макроэкономический отчет по делу активности в производственном секторе. Мы с вами настраивались на то, что последствия Brexit более очевидны для Англии и нельзя пока раскрывать их в таком оптимистичном ключе. Мы говорим о сплошном негативе, который, на мой взгляд, абсолютно оправдан. Просто он еще не дисконтирован в те статистические отчеты, которые мы анализируем. После провала в прошлом месяце до минимального уровня за последние 7 лет, сейчас мы увидели статистику на 26-месячном максимуме. Не знаю, откуда британские статистики нашли недостаточного позитива, чтобы оправдать такое значение по этому индексу. Он вырос до 53,3 с 47,3. Стоит ли верить в этот позитив? Я думаю, что пока торопиться с этим не нужно, поскольку у нас на повестке следующей недели, и прямо в понедельник выйдут данные по активности уже в сфере услуг, которая генерирует больше 80% экономического роста. Вот на этот отчет и нужно будет обратить внимание. Безусловно, если каким-то чудом и сфера услуг покажет такой сопоставимый прирост, то можно будет еще попытать удачу к отказочному росту фунта. Но я думаю, что это крайне маловероятно, потому что сфера услуг вряд ли имела какие-либо предпосылки для того, чтобы показать восстановительную динамику и уж такого порядка, как по индексу активности в производственном секторе. А вот что касается вчерашнего счета, то выход хороших данных действительно позволил выдохнуть многим покупателям этого актива, поскольку хорошая статистика настроила, опять же, трейдеров на то, что влияние Brexit практически ничтожно, незаметно на экономику, даже с учетом уже автономии, которая, в принципе, еще не является как таковой. Вы помните, что сначала нужно дождаться инициирования 50-й статьи и завершить процесс выхода из состава ЕС. Этого пока не случилось. Но трейдеры решили, что раз вышла хорошая статистика, значит, Англия успешно противостоит всем последствиям выхода из состава ЕС. И если она так успешно справляется со всеми этими трудностями, значит, нет возможности, нет предпосылок для того, чтобы в ходе следующего заседания Банк Англии снижал процентные ставки. Это, на мой взгляд, такая позиция, и такие выводы являются большим заблуждением, потому что это не так. Английская экономика была слабой до выхода Англии из состава ЕС, и те отчеты, которые мы с вами получали на протяжении года, подтверждали это. И уж тем более она станет гораздо слабее после выхода из состава ЕС. Поэтому давайте сейчас все-таки доверимся пока доллару, посмотрим затем, что будет с этим валютным активом. А уже на следующей неделе мы переключимся на фундамент именно из Англии. Посмотрим за сферу и слух, и будем строить свои дальнейшие ожидания и прогнозы. Пока считаю то, что вероятность и потенциал кодек с новой поддержкой 1.30 куда выше, чем возможности для дальнейшего роста. USD иена сейчас 103.38, хотя я думаю, что мы уже даже еще выше забрались за последние несколько минут. Здесь мы уже достаточно говорили про факторы поддержки для роста. Они остаются неизменными. Жесткие комментарии со стороны официальных руководителей, со стороны видных чиновников, которые будут принимать решения по повышению процентной ставки. Вчера на повестке дня было очень много американской статистики. И вплоть до 15.30 по Москве мы видели, как USD иена росла, добралась до сопротивления 104. Поддержали сначала данные по заявкам на пособие по безработице 263 тысячи против прогноза 265. Затраты на рабочую силу выросли на 4.3%, с прошлого роста на 2%. Тем самым подготовили нас к, возможно, хорошему сильному отчету по зарплатам сегодня. Но в 17.00 вышел уже другой блок статистики, который и стал причиной распродажа позиций доллара. PMI-маркет активности в производственном секторе снизился до 52.1. Деловая активность в производственном секторе по версии ISM более сильный отчет 49.4 с 52.6. То есть индикатор оказался ниже отметки 50. Это плохой знак, как я уже отметил, это минимальное значение за 6 месяцев. Тут же изменило позиционирование ожиданий по повышению поставок. И считается то, что для кого-то, может быть, слабая статистика по деловой активности станет убедительным доводом в пользу того, чтобы нормализацию денежно-кредитной политики и ужесточение курса вообще убрать на 2017 год. Но пока, конечно же, рано делать такие выводы, потому что один отчет это еще не показать. И сейчас нужно больше смотреть на рынок труда, на non-farm paywalls, который больше укажет на самочувствие американской экономики. В частности, Лоретта Мейстер, которая является представителем ФРС, вчера сделала акцент на то, что даже если мы увидим прирост новых рабочих мест сегодня в 15.30 в диапазоне 80-100 тысяч, этого будет вполне достаточно, чтобы прогресс сохранился, чтобы это было сигналом продолжающегося восстановления и, соответственно, роста вероятности разгона процентных ставок. Но как поведет себя доллар сегодня, конечно же, станет известно уже совсем скоро. Неделю мы с вами ждали, несколько часов уж точно подождем в 15.30. Я призываю вас быть крайне бдительными, внимательными к тому, что будет на финансовых рынках. Волатильность будет, как всегда, значительная. И не стоит сомневаться в том, что она будет разнонаправленной. То есть мы можем увидеть и фигуру движения, и роста, и падения. Перед тем, как рынок определится окончательно с более правильным и объективным направлением движения и переключится уже на него под закрытие недели. Со свойственным непозитивом и на фоне того прогресса, который был ранее показан, уже в том числе и рынком труда, я считаю то, что сегодня мы с большей вероятностью увидим хороший отчет и сможем наконец-таки оказаться попали везде иена выше 104. И закрыть, соответственно, выше этого рубежа всю торговую неделю. По другим валютным активам пока все без изменений. USDCAD, в частности, у нас продолжает оставаться под давлением. Я думаю, что слабость канадца сейчас ни у кого не вызывает вопросов. Вчера мы останавливались на причинах такой динамики. Сегодня я думаю, что нужно, опять же, ориентироваться на поведение доллара. Если все пойдет так, как мы с вами спрогнозировали, USDCAD с текущих значений, которые находятся на уровне 1.3093, сможет добраться до отметки 1.3150, прежде чем двинуть еще выше. Австралиец против доллара 0.7556. Диапазон хода незначительный. Нужен какой-то триггер. Я надеюсь, что NonFarmPayles сегодня этим триггером будут для снижения рисковых инструментов. Новозеландская валюта против доллара 0.7285. Ждем 0.72. USDCAD 0.98. Также находимся в нескольких фигурах от паритета. Но понимаем, что этот уровень манит, конечно же, швейцарца. Потому что даже с позиции Национального банка Швейцарии паритетное значение – это как раз то, что может обеспечить экономику большими благами с точки зрения показателей торгового баланса. Теперь, что касается основных отчетов этого дня. В 12.00 через два с небольшим часа индекс цен производителей еврозоны. Ждем слабый отчет по валютному блоку и давление на евро. В 15.30 рынок труда США, уровень безработицы, количество новых рабочих мест, месяц из хозяйственного сектора и динамика заработных плав. Также в 15.30 сегодня у нас торговый баланс по Канаде. Давайте посмотрим на то, что произошло с экспортом за последний месяц. Я допускаю то, что он, скорее всего, снизился. Если это так, то Канадец может оказаться под давлением еще и национального фундамента. Но вот оценить, что будет более стоящим, будет очень трудно. Потому что этот отчет также будет в 15.30, как и динамика по американскому рынку труда. Хотя, что уж тут говорить. Конечно же, рынок труда США будет более значительным трейгером для движения этой валютной пары. И в 20.00 Бейкер-Хаджес количество платформ США. Ждем прироста, ждем увеличения добычи, ждем дополнительного давления на нефть. Но оно, скорее всего, проявится уже только на следующей неделе. Под закрытие сегодняшней, как я уже отметил, делаем ставку на возможность технического отката. Из движения актива выше 46 долларов за баррель. Кодовое слово на сегодня. Оптимизм. Величина бонуса 18%. Действует он на пополнение и до следующего брифинга, который состоится в понедельник в 9.30 по московскому времени в режиме онлайн. Для тех, кто смотрит записи, снова напоминаю вам, что есть канал официальный Амаркетс на YouTube. Поэтому я приглашаю вас туда. Подписывайтесь на весь обновленный видеоконтент. Будете в курсе всех видеоматериалов, которые выходят. Оставляйте ваши вопросы там. Комментируйте видео и, безусловно, ставьте лайки. На этом все. Хорошей вам торговой сессии. Хорошего завершения недели и прекрасных выходных. Увидимся на следующей неделе в понедельник. Всего доброго. До свидания.